В связи с тем, что экстренно был вызван с утра директор нашего института Алексей Михайлович Беляев в государственный орган, я не буду называть, но он будет. Поэтому он попросил меня от его имени, от своего, я хочу всех вас поблагодарить за то, что вы нашли время прийти на сегодняшнюю конференцию. И я понимаю, что рак щитовидной железы – это не рак молочной железы, это не рак предстательной железы и другие очень распространенные опухолепроцессы, которые, как правило, диктуют и оправдывают и большой зал, и большое количество специалистов. Но, тем не менее, рак щитовидной железы, он занимает особое место и в структуре заболеваемости онкологической, да и не только. Дело все в том, что почему наш институт? Наш институт, буквально два-три слова хочу сказать, начинал свою работу, когда было два отделения – женское и мужское отделение, и гинекологическое. Так вот, вопросы щитовидной лечения, диагностики рака щитовидной железы, они были в программе деятельности института с самого начала его организации. Одним из первых, кто очень много занимался, это бывший ученый-секретарь нашего института Шемякина. Вы знаете, она написала главу монографии нашей институтской. Затем было два больших, ну скажем, направления в вопросах хирургического лечения метастазов рака щитовидной железы на мужском отделении. Это профессор, член корр Академии медицинских наук Роберт Иванович Вагнер, который и сегодня у нас работает, но в силу некоторых обстоятельств он сегодня не смог. Меня с утра просил, я думаю, что очень многие в этом зале его знают, его работы знают, поэтому он просил передать всем, в общем, успешную работу, я думаю, что она таковой будет. И на женском отделении была очень большая работа, посвящена лечению метастазов рака щитовидной железы у женщин. Тогда Киевель, он как раз и его работы, в основном, касались так называемого щитовидного варианта операции Краиля. Ну и, наконец, в силу того, что с переездом в это здание мы не имели возможность открыть тогда отделение опухоли головы и шеи, как это было модно. В свое время попытки мои, как главного онколога, и приезжал Патчес эту как-то узаконить локализацию в городском онкологическом диспансере, но тогда это еще была больница номер 8 на Чайковску, не удалось. И, тем не менее, вот институт не оставлял попытки, не попытки, и вот мне приятно вам сказать, вот сегодня в нашем зале сидит одна из ведущих сотрудников нашего института, Елена Аркадьевна Балдина. Ее работу, докторскую работу по раку щитовидной железы здесь все знают. И теперешние метры и так далее, я думаю, что они все в свое время учились и сейчас учатся у этого замечательного специалиста. Я, мне кажется, с точки зрения вот вступления сказал достаточно много. Хочу отметить, что институт проводил несколько раз конференцию по изучению рака щитовидной железы. В этом зале были с привлечением специалистов самих. За последнее время многое изменилось в онкологии, в том числе и в вопросах диагностики и лечения рака щитовидной железы. Если раньше эта область была как бы в первую очередь связана с хирургами, эндокринологами, сегодня очень большой вклад в лечение рака щитовидной железы внесен радиологами. Наконец, и это мы с удовольствием отмечаем, за последние годы появились первые препараты, которые позволяют и говорить о том, что химиотерапия, она должна занять должное место в лечении рака данной локализации. Я не буду забегать, я думаю, сегодня у нас очень большая, очень насыщенная программа, поэтому хочу заранее сказать, обратиться к докладчику. Мы будем соблюдать тот регламент, который есть написан в программе. Извините, если будут какие-то затяжки, я буду вынужден, на всяком случае, в первой половине обрывать. Извините, но тем не менее, если мы хотим все это сделать, я думаю, что у нас есть целые такие интересные разделы, где мы сможем поговорить. И во второй, там будет дискуссия после окончания, и мы сможем дать возможность всем заинтересованным специалистам высказать свое мнение, поделиться с нами и прийти к какому-то, может быть, даже консенсусу касательно, ну, скажем, алгоритмам, стандартам, если так можно говорить, при диагностике и лечении рака щитовидной железы. Сегодня, как вы понимаете, мы касаемся в основном рака дифференцированного и модулярного, но в той или иной степени, я думаю, каждый докладчик будет касаться и каких-то других форм. Если у присутствующих нет специальных каких-то вопросов, замечаний, тогда давайте мы приступим к реализации повестки дня нашей конференции.